Сегодня Сочи под пристальным вниманием архитекторов из других городов России. Такое профессиональное сообщество необходимо для того, чтобы помочь урортному городу стать более интересным в архитектурном отношении. Речь идет в том числе и о мировых тенденциях развития пляжных зон. За эти шесть лет Сочи получил новые мосты и дороги, дублеры и туннели, ТЭЦ и новые подстанции. Ведущие архитекторы страны съехались в наш город, чтобы обсудить решение градостроительных задач уже с учетом постолимпийского наследия. В городе Сочи произошел революционный переворот в плане градостроительной деятельности, в плане инфраструктурных преобразований. Это колоссальные вложения в инфраструктуру города. И если мы говорим о том, что мы более 400 только олимпийских объектов, то есть по программам олимпийских объектов построили, то только 13 из них чисто спортивные, а все остальные объекты, которые строятся за олимпийские деньги, они являются инфраструктурными объектами. Это дороги, это канализация, это очистные сооружения, это социальная сфера. Генеральный план развития города был принят в 2009 году. Он рассчитан на 30 лет, и сейчас мнение ведущих архитекторов России очень важно при его корректировке. На стадии разработки сегодня внесения изменений в генеральный план города Сочи с учетом постолимпийского наследия, с учетом всех разделов генерального плана. Это, во-первых, разработка зоны охраны объектов культурного наследия, особо охраняемые природные территории, разделы ГУЧС, берега укрепления, берега защиты. То есть все разделы генерального плана. На встрече с архитекторами глава города говорил о том, что Сочи не должен напоминать любой другой курортный город. Здесь есть свои природные ресурсы, и акцент при дальнейшем развитии Сочи необходимо делать именно на то, что отличает его от других курортов мира. Гости в рамках конференции проведут выездные семинары на инфраструктурных объектах Сочи, поучаствуют в дискуссиях и посетят мастер-классы московского архитектора Татана Кузенбаева и Алексея Куковякина из Екатеринбурга. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Это было по футболу в 2018 году.